Высказывайте своё мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30.00. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие друзья, настало время встретиться и поговорить в нашем неполиткорректном шоу Сергея Зацепина. Его ведущий Анатолий Червец, это я. Ну и, конечно же, все участники, это все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Это номер телефона в нашей студии. Нас вы можете видеть на нашей страничке интернета. RadioNVC.com И на нашем канале в YouTube RadioNVC. Ну и, конечно же, на нашей Facebook-страничке RadioNVC. Кстати, насчет YouTube. Зайдя на наш канал, пожалуйста, если вы еще этого не сделали ранее, нажмите кнопку subscribe. И вы станете полноправным участником нашего канала YouTube. Ну а пока, дорогие друзья, давайте я обозначу, наверное, две темы, которые бы я хотел сегодня обсудить. Одна из этих тем, это очень интересная, очень важная встреча с мэром города South Bend, кандидатом в номинанты на пост президента, это Питт Будиджич. И вторая тема, это, конечно же, конечно же, то, что сегодня происходит в Палате представителей, вот этот абсолютнейший цирк, причем он, знаете, цирк невеселый. Он мне больше напоминает цирк Карабаса-Барабаса, чем цирк Юрия Никулина. Ну, почему? Значит, давайте сначала обсудим именно эту тему. Так как это более такая самая животрепещущая, как вы прекрасно знаете, адвокат президента, но это не адвокат президента Трампа личный, которым является Юрий Джулиани, а адвокат Мген, который является адвокатом при Белом доме именно института президента, будем говорить так. То есть это человек, который бы защищал любого, кто является президентом или начальником руководящей ветви нашей страны. Так вот, адвокат Таммаген, который в свое время потратил больше 30 часов на беседу с специальным прокурором Малером, выдал ответы практически на все вопросы этого Малера, но так как это все происходило в рамках как бы большого жюри, информация об этом является засекреченной, и поэтому в рапорте Малера она была отредактирована, то есть ее не видно этой информацией. Ну и вот председатель юридического комитета Джерри Недлер решил таким образом, значит, поиграться в игрушки и вызвал повесткой вот этого адвоката Таммаген. Теперь, тут происходит небольшая интересная ситуация. Так как Таммаген, он не являлся личным адвокатом президента, а он являлся адвокатом, будем говорить так, Белого дома, давайте мы обозначим это вот таким термином, адвокат Белого дома, то президент Трамп, являясь руководителем, вернее, главой руководящей ветви, ну и, конечно же, главным обитателем Белого дома, он запретил адвокату Маген разговаривать или давать показания комитету Недлор. Это было сделано под эгидой, так называемой Executive Privilege, то есть это то, что президент Трамп воспользовался привилегией, привилегией, говорить не могу, привилегией руководителя Белого дома и запретил Магену давать какие-либо показания под Executive Privilege. На что Трамп Маген оповестил председателя Недлора о том, что он на слушание комитета не придет, и, конечно же, Недлор, ну, пригрозил тем, что они объявят так называемый Contempt of Congress этому адвокату. Ну, те, которые следят за такими подробными, подробной информацией о вот этом всем производстве, дело производства, вы знаете о том, что, конечно же, Недлер абсолютно не имеет никакой точки опоры в этой ситуации, то есть он просто бьется, как говорится, в агонии, он ничего не может сделать по двум причинам. Во-первых, его комитет не имеет права на расследование никаких криминальных дел, а проводить слушание они имеют право только в том случае, вернее, начать криминальное расследование, они имеют право только в том случае, если они определят то нарушение закона или криминал, который они собираются расследовать. То есть просто так они не могут, им никто не позволит ни в одном суде расследовать что-то, то, что не существует. Поэтому Недлер, конечно, очень злой, конечно, он себя сам ставит в абсолютно смешнейшую ситуацию, то есть это уже доходит просто до абсурда, но тем не менее он действует по принципу лопни, но держи фасон, и, конечно же, никуда это его действие ни к чему не приведет. То есть, опять же, так как я вам уже пытался или рассказывал в прошлый раз, даже если он для того, чтобы привезти Магиана, ему нужно будет подать в суд, ни один суд ему не даст сделать то, что он хочет до тех пор, пока он не предъявит какие-то криминальные обвинения конкретные. А так как у него этих обвинений нет, так как он занимается так называемым фешинг, то есть он ищет какую-либо причину, по которой можно было бы, ну и так далее. Поэтому ни один судья ему не даст это сделать, поэтому, опять же, оно ни к чему не приведет. Поэтому, с этой стороны, те, которые переживают о том, что ну как же это будет, вот они сейчас будут этого Магиана судить, они сейчас будут призывать его к ответственности, ничего из этого не будет, не волнуйтесь, это все в порядке вещей. Теперь, интересное такое словосочетание, которое произнес Недлер, давая интервью в связи с тем, что Маген не пришел на слушание, причем самое интересное то, что никто, в принципе, не знаю почему, если честно, не знаю почему, не обратил на это словосочетание внимания. А словосочетание прозвучало примерно так, в переводе на русский язык. «Я все равно не дам Трампу уйти от ответственности». Это было сказано Недлером в интервью Вере во время пресс-конференции по поводу того, что Маген не пришел. Дорогие мои друзья, сами посудите, вот какое может быть отношение к этому Недлеру, если человек, являясь председателем юридического комитета Палаты представителей, может произнести такую фривольную фразу, как «я все равно не дам Трампу уйти от ответственности». То есть, мой вопрос бы был, конечно же, а что вы в чем-то уличили Трампа? У вас есть какие-то основания, для того, чтобы подозревать его в каком-то неправильном деянии, на что Недлер вынужден бы был сказать, ну, пока у меня этого нет, но мы найдем. Так вот, ни один человек на этой пресс-конференции, ни один, опять же, мы же понимаем, что там были в основном представители средств массовой информации левого крыла, конечно же, ему дали уйти от этой фразы, и никто у него не спросил наводящих вопросов. Это, кстати, говорит о том, насколько, опять же, направлена вся пресса в сторону левых демократов. Ну, вот это то, что произошло сегодня, вернее, это произошло в течение вот вчера и сегодня. Вчера там Ген написал вот это письмо о том, что он сегодня не придет, и сегодня он не пришел, и была дана вот эта пресс-конференция. Поэтому, конечно же, все бы это было достаточно смешно, если бы это не было так грустно, то есть, если бы это не под собой не подразумевало просто чисто издевательство над институтом президентства и, в частности, над президентом Америки Дональдом Трампом. Вот. Так что, это вот та тема, которую я хотел до вас донести сегодня. Ну, и, конечно же, еще одна тема, это, опять же, это таунхолл митинг, с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, мэром города Саутбенд, Питом Бураджич, и вот те, которые, я не знаю, ли кто-то из вас смотрел эту программу, это был таунхолл, который вел, конечно же, Крис Уоллес, это был таунхолл организован компанией Fox News, но интересно то, что именно Крис Уоллес, это зарегистрированный демократ, то есть, человек, который даже не скрывает своих, как говорится, принадлежностей демократической партии, что именно ему было поручено вести этот таунхолл, и почему я так говорю, опять же, те, которые видели эту встречу, скорее всего, вы меня понимаете, те, которые не видели, я ее с большим интересом просмотрел, причем, я ее просмотрел, хотите, верьте, хотите, нет, дважды, потому что, когда я ее смотрел первый раз, я не мог поверить своим ушам, тому, что происходило на вот этом, так называемом таунхолл, и поэтому я пошел где-то через час, полтора, это уже программа была доступна на YouTube, ну, единственное, что она была разбита на четыре части, и вот я очень внимательно еще раз прослушал эту программу, я вам объясню, почему это вызвало у меня такой интерес, значит, такое стечение обстоятельств, как кандидат от демократической партии будет интервью Ира Ван демократическим ведущим компаний, которая в принципе собой представляет консервативную правую республиканскую точку зрения, то есть, ну, как-то вообще непонятно, непонятен был смысл этой передачи, вернее, этой встречи изначально, он был действительно непонятен, почему, потому что я себе не представлял, вот как на Fox News будут показывать двух демократов, один другого спрашивает, второй отвечает, и я вам скажу честно, к сожалению, я не ошибся, потому что это опять же, это было целое цирковое представление с вопросами, которые задавались вообще непонятно в каком ключе, ну, достаточно говорить о том, что это все происходило в штате Массачусетс, это происходило в одном из школьных спортивных залов этого штата, было совсем очень немного народу, причем видно было, когда камеры показывали общий зал, общий вид зал, можно было увидеть, что ну, не очень много народу, давайте говорить так, я видел более забитые спортивные школьные залы во время баскетбольных или волейбольных игр, когда та или иная школа встречается с соперниками, я видел забитые школьные залы, тут было допустим, не очень много народу, и самое интересное то, что вопросы, которые обычно вот в стиле, когда идет встреча в стиле таунхолл, обычно вопросы задают из зала, так вот, то, что меня поразило изначально, это то, что все вопросы, которые задавались из зала, были написаны на бумажках, и абсолютно, абсолютно это не выглядело так, как будто это вот сам человек написал эту бумажку, человек, я имею в виду, который задавал вопрос, было очень явно и точно видно, что эти бумажки были розданы, причем они были розданы очень, как бы это сказать, целенаправленно, одним из задававших вопрос была принципал или директор школы, вторым был завуч этой школы, одним из студентов был парень, который поступает после окончания этой школы, вот он сейчас выпускник в этом году, вот он сейчас летом выпускается из этой школы, поступает в Гарвард, просто, чтобы вы поняли, Гарвард это первая колледж, которую закончил Джадж, то есть Питт Будаджидж, и вот такое интересное совпадение, что вопрос задает именно студент Гарварда будущий, ну, в общем, и конечно же там была вроде бы какая-то бизнесвумен, которая тоже читала все по бумажке, значит, чтобы вы поняли, все вопросы задавались, читая с бумажки, ну, и еще одна вещь, которая бросилась в глаза, лично мне, это еще до того, что, в принципе, вопросы начали задавать, это комментарий Крис Уоллес перед началом вот этого, этой встречи, Крис Уоллес сказал, что это одна из самых посещаемых таунхолл встреч, которые он когда-либо видел, и поверьте мне на слово, я действительно не видел там так много посетителей, то есть мне уже это стало просто очень интересно, там, давайте говорить так, если там было где-то человек, ну, может быть, человек 150-200 максимум, вы себе можете представить, да, вот, когда идет какое-то соревнование, то есть школьный зал в себя вмещает где-то около где-то 300-400 человек, это по бличерам, да, вот, по сиденьям, ну, и плюс еще, если выставить стулья по периметру, заполнив полностью всю площадь зала, то есть там должно было быть где-то в районе человек ну, 700-800, давайте говорить так, опять же, я это сужу по тому, когда мой сын выпускался из школы, мы присутствовали у него на выпускном, и вот там присутствовало, то есть обыкновенный стандартный спортивный зал школы, в котором присутствовало где-то 700, по-моему, 50 человек, вот, так что вы можете себе представить, что там совсем было немного народу, сидели, они очень как-то интересно, и, в общем, ну, было достаточно странно на все это смотреть, мы сейчас прервемся на рекламную паузу, и я вам обязательно расскажу во второй части о том, что там происходило, вопросы и ответы, которые были заданы, и на которые были даны ответы, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Спасибо за то, что остаетесь с нами, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу, номер телефона в студии 847-400-5200, набирайте, будем общаться, ну, а пока я бы хотел продолжить тему о том, что происходило на этом таунхолл-митинг, и единственная причина, по которой я хотел бы сегодня именно это вам рассказать, это для того, чтобы вы понимали вообще суть тех демократов, кандидатов, которые все-таки рвутся к власти. Значит, ну, давайте скажем так, что вот этот демократ Пит Бодиджич, ну, а честно, вот я говорю свое личное отношение к тому, что я увидел, ну, абсолютнейший негодяй, который просто, знаете, это не то, что это политик, который пытается как-то, вот, когда Трамп шел на выборы, у Трампа идея была в том, чтобы сделать эту страну лучше, чтобы привести эту страну в те, в ту точку, давайте говорить так, где действительно, вот, в стране нет безработицы, в стране хорошие зарплаты, в стране хорошая экономика и так далее, то есть, как-то улучшить жизнь, не только просто людей, компаний и так далее, но в общем так, чтобы в Америке жить стало лучше и интересней, скажем так, так вот, этот Пит Буриджач, это абсолютнейший негодяй, который вместо того, чтобы рассказывать о своих планах и о своих достижениях, он начал с того, что он полностью смешал с грязью, прошу заметить, это все происходило при организации Факс Ньюз Нетворк, так вот, он тут же смешал с грязью ведущих этой Нетворка, Шан Хеннеди, Такер Карлсон, Лора Инграм, он, причем, это все было сделано в присутствии одного из таких же ведущих, как вот эти люди, над которыми он просто издевался, а я говорю издевался, почему, потому что их там не было, они не могли ему ответить, понимаете, так вот, коллега, в кавычках, почему я ненавижу Крис Волос, вот просто ненавижу, это продажная шкура, это человек, для которого ничего святого просто не существует, и, ну вот, Факс пригрел его у себя, как говорится, на груди, и он делает абсолютно все для того, чтобы, не то, что навредить Факс, а он делает все для того, чтобы вытащить демократов из той грязи, в которую они сами себя загоняют, так вот, в тот момент, когда негодяй Будочич мешал с грязью ведущих Факс Ньюзнетворк, Крис Волос не заступился ни на один шаг, ни на одну секунду, он не сказал этому человеку, подождите секундочку, вы мешаете с грязью людей, во-первых, которые являются моими коллегами, а во-вторых, это люди, которых здесь сегодня нет, и они не могут вам ответить, это не дебаты, вот это то, с чего начал вот этот Пит Будочич, который так хочет стать нашим лидером, лидером Соединенных Штатов, дальше, вопросы, на которые, вернее, которые ему задавали, это были вопросы, которые задают, ну, может быть, детям где-то во втором классе, причем, зная заведомо, что они эти вопросы провалить не могут, а даже если они отвечают на эти вопросы неправильно, никто им не задает наводящих вопросов, даю пример, вот тот студент, который поступает в Гарвард, кстати, там произошла небольшая интересная заминка, когда его вызвали задать вопрос, он задал вопрос такого плана, скажите, пожалуйста, что вы собираетесь сделать для тех студентов, которые переживают о том, что им придется выплачивать потом долги по колледжу, у которых не хватает денег, чтобы пойти в колледж и так далее, этот Буддиджич, он, так как, видно, не знаю, либо он не знал о том, куда идет этот парень, он говорит, а вы что, собираетесь идти в один из местных колледжей, на что парень ему отвечает, ну, я собираюсь идти в Гарвард, понимаете, то есть, вот, вы себе представляете уровень вопроса, то есть, человек, который идет, поступает в Гарвард, он переживает о том, что будет происходить с детьми, у которых нет денег пойти в колледж, ну, вы сами понимаете, да, и, вот, все, весь абсурд вот этого вопроса, на что Петь Буддиджич, конечно, сказал, ну, как же, ну, я понимаю прекрасно их состояние, и мы будем делать все для того, чтобы дать им возможность бесплатно ходить в колледж, ну, ну, как, за счет кого, за счет чего, и так далее, ну, в общем, вот такого рода вопросы, следующий вопрос, вернее, один из вопросов, которые ему задали, это, что вы думаете по поводу, вот, вы, если вас, допустим, сделают номинантом от демократической партии, как вы собираетесь противостоять Трампу, на что Петь Буддиджич сказал, ну, потому что с Трампом очень легко совладать, потому что мы идем с такой аджендой, с которой Трампу не справиться, что это значит, адженда какая, значит, адженда это, опять же, Single Pair Health Coverage, то есть, это медицинская страховка государственная, это бесплатное образование, то есть, короче, он просто, ну, повторил фактически, вот, те, так называемые токенпоинт, которые демократы все орут, как говорится, акапелла единоголосно, даже не разделяясь на разные голоса, то есть, и я вот так посидел и послушал, и думаю, да, вот интересно, действительно, вот ты выйдешь на General Election, да, то есть, ты от демократической партии, и тут выйдет Трамп, и ты начнешь кричать, что вот мы ратуем за Single Pair, мы ратуем за это, за это, за это, выходит Трамп и говорит, да, ребят, конечно, вы, может быть, и неплохо это продумали, но вы понимаете, да, что безработица в стране равна нулю, практически, а здравоохранение, ну, мы работаем над этим, допустим, да, но ваша идея Single Pair, это абсолютный абсурд, потому что он никогда в жизни не выдержит финансовых напрягов, и вот экономика такая-то, и вот валовый продукт такой-то, и в общем, вот эти все показатели, а вы что можете предложить вашим избирателям, ну, в общем, короче, я так это все послушал, потом я, уже мне просто было интересно, я еще пошел послушал такой же таунхолл, только с каналой Херрис, и, ну, еще будет один очень интересный, это на, это будет на следующей неделе, если я не ошибаюсь, 2 июня, с Кристен Джеллибрэнд, в общем, я не могу дождаться, почему, потому что я, когда слушаю, вот, эти таунхолл-встречи, мне, у меня становится такое впечатление, что люди живут в абсолютно каком-то параллельном миру, в абсолютно параллельном миру, потому что ничего общего с сегодняшней обстановкой в нашей жизни, их программы вообще не имеют, просто не имеют, понимаете, если они говорят о том, что экономика, которая сегодня работает, и которую Трамп вернул к жизни, причем, он вернул их жизни тем, что он убрал очень многие регуляшнс, правила, по которым, которые просто душат корпорации, он пытается, то есть, он вернул рабочие места, он вернул производительность, он вернул промышленность, производство и так далее, и тут же вот эти все кандидаты считают, что нет, это неправильно, потому что эти все поблажки налоговой реформы имели отношение только к корпорациям, понимаете, то есть, вот, все вот это вот, мне просто интересно, действительно интересно, как это все, я уже не могу дождаться того, чтобы начались так называемые general election, чтобы посмотреть на того кандидата от демпартии, который пойдет против Трампа, вот, так что, ну вот, это то, что у нас касается за пределами нашего штата, за пределами нашего города, теперь небольшая обстановка у нас в городе, ну, те, которые живут в городе Чикаго в его черте, знают, наверное, что вчера была приведена к присяге новый мэр города Чикаго Лори Лайтфуд и тут же после того, как она была приведена к присяге, заняла пост мэра, она тут же первым делом, что она сделала, это издала так называемый руководящий указ или executive order о том, что ограничить в правах всех олдерменов, которые сегодня существуют в городе Чикаго. Что это будет значить? Значит, они все равно, то есть, они будут оставаться хозяевами в своих округах или, ну, да, будем называть это округами, но, тем не менее, вот той свободы, которая у них была до вчерашнего дня, уже не будет. Свободы, в первую очередь, это просто бесконтрольное действие олдерменов по отношению к таким вещам, как zoning, то есть, решение о тех или других зонах, в которых можно вести определенные виды бизнеса, они не смогут участвовать единолично в выдаче лицензий на те или иные бизнесы, и, третье, и самое главное, они не смогут в единоличном порядке перекраивать границы своих округов для того, чтобы сделать эти округа более удобными, приемлемыми для них же самих, ну, и для представителей Конгресса, в смысле, представителей Сената и Палаты представителей в штате Иллиной. Это, я считаю, это, ну, по крайней мере, для начала это совсем неплохой штат, шаг мэра города, ну, посмотрим, насколько ее политическая воля будет достаточно крепка, но пока что, если она заставит все-таки Олдерменов быть более ответственными за те деяния, которые они делают, это уже будет интересно, потому что, когда она сделала предложение о том, чтобы, ну, ограничить права Олдерменов, ее причиной для этого, очень интересное высказывание. Она сказала, я не хочу, чтобы у меня в городе существовали 50 царьков, которые каждый рулит своим государством. Это очень интересное и очень точное выражение и описание того, что происходило в Чикаго до сих пор. Другой разговор, я не очень верю в то, что это все придет в жизнь, потому что, зная немножко о политике и политика нах города Чикаго, вряд ли это действительно будет полностью в полной мере приведено в действие, потому что до сих пор те, которые живут в Чикаго, они прекрасно знают, что их Олдермены, ну, просто действительно, они как царьки в своих округах, они делают, что они хотят, они выдают лицензии, кому они хотят, они не выдают лицензии, кому они не хотят, они перекраивают свои округа так, чтобы их избиратели всегда оставались с ними, и, ну, в общем, все те, которые живут сегодня или живут в Чикаго, ну, хотя бы на протяжении последних 10-15 лет, понимаете, что то, что предложила мэр, это, в принципе, такая очень прогрессивная идея, но не верю в то, что эта идея все-таки сработает, поэтому поживем мы видим тому, что касается Чикаго. теперь еще одна новость, которая у нас сегодня ну, очень серьезно стоит на повестке дня, это отношение между Соединенными Штатами и Ираном. Мы все прекрасно знаем, что, к сожалению, ну, действительно, пока что назревает очень серьезный, очень неприятный конфликт между Соединенными Штатами и Ираном. Соединенные Штаты в принципе усилили свое присутствие в Персидском заливе, я имею ввиду именно на море, то есть высланы корабли, ракетоносцы и эсминцы и так далее, даже такие корабли, которые типа корабль амфибия, которые перевозят тяжелую технику, вот, то есть это все направлено в Персидский залив, но пока что идут, конечно же, переговоры, немножко Иран, то есть увидев вот эту мощь и силу, которую Америка собрала в Персидском заливе, Иран немножко как бы ослабил свой пыл, немножко остудил его, так, принял такую позицию, то есть что он начал делать, для того, чтобы показать, как говорится, свою, даже как, не знаю, как это назвать, он говорит так, для того, чтобы показать свою понятливость в этой ситуации, которая сложилась, они начали разоружать те корабли, которые они снарядили ракетами, ну, пока что у них вроде бы нет ядерных головок, поэтому эти все ракеты, которые были в основном короткой дальности, то есть это чтобы стрелять по нашему флоту, по нашим кораблям в Персидском заливе, они эти ракеты сняли с вооружения своих кораблей, и поэтому это уже, ну, будем говорить так, очень хороший шаг и показатель того, что все-таки, наверное, Иран понимает всю ту серьезность, которую они могут создать в Персидском заливе, ну, плюс к тому, что, опять же, Майк Помпео, наш министр иностранных дел, все-таки был в России и я больше, чем уверен, хотя все почему, ну, то есть, как, все утверждают о том, что разговор шел именно об Украине и Венесуэле, я думаю, что сегодня самое такое более острое чаг проблем все-таки находится в Персидском заливе, и это, наверное, ситуация номер один, ну, в общем, как бы это ни было, очень приятно видеть то, что Иран немножко ослабил свои позиции, и видно, что наша дипломатия силы и, как говорится, кнута и пряника, наверное, все-таки, не наверное, а все-таки срабатывает, слава Богу, тем, которые, тем критикам, которые сегодня постоянно критикуют наше правительство, того же Майка Помпео, я думаю, что им это урок о том, что все-таки люди, которые занимаются нашей политикой, что-то еще знают, давайте примем звонок, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, извините, я только что включила радио, не знала, что идет в вашей передаче, а сейчас узнала, и услышала, что вы говорите об Украине и так далее, и, вы знаете, я хотела рассказать, я слушала интервью, если вы знаете, есть такой журналист немецкий от Deutsche Welle, он такой пожилой, я, к сожалению, не помню имени, он брал интервью от советника Обамы, ну, бывшего, конечно, по национальной безопасности, и вот, представляете, это такая наглость, это такой кошмар, он у него спрашивает, как вы проморгали захват Крыма, а мы не проморгали, это они внезапно, это они не планировали, это неожиданно произошло, но если бы мы даже знали за день до этого, мы бы не, ну, как бы, в Крым не входили, и ничего, и ничему бы не препятствовали, вы представляете, какой ужас, это тот великий Обама, который защищал Украину. Конечно, он ее так защищал, что он не знал, вместо оружия. Да, он не хотел давать ни оружия, ни помощи, ни денег, ну, это правда, я в свое время слушал, я смеялся всегда над Петром Толстым, который начал программу «Время покажет», когда он говорил о том, что вот тогда, это как ее, Ноланд, Виктория Ноланд, что она приезжала на Майдан, разбрасывала печеньки, и трясла бусами, вот как бы не... Но печеньки-то она раздавала, цель была совсем не та, о которой говорит Россия. Так я об этом и говорю, что насколько это было, вроде бы, это было не очень неприятно слышать, но насколько это оказалось правдой. Ну, правда то, что она раздавала печеньки, но зачем она приезжала? Она приезжала, чтобы Янукович остался на месте, чтобы его не скинули. Дело в том, что они подписали все, все подписали, все хорошо, оставайся до следующих выборов, там в январе и в декабре должны были быть выборы. Но Путин же решил все по-другому. Конечно. Он же его вызвал в Россию, чтобы можно было начать наступление. Абсолютно. Абсолютно. Но, тем не менее, вот говоря об американцах, ну, вот это все, на что они, в принципе, были способны. То есть, не способны, а это все максимум того, что они хотели сделать. Потому что больше у них никаких ни воли, ни желаний больше не было. Поэтому, к сожалению, это правда. Спасибо, Арго. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам не кажется, что у нас появится скоро новый эмигрант политический? Парусятку такой. Еще раз, пожалуйста. Я вас плохо услышал. Еще раз. Вам не кажется, что у нас может появиться скоро новый эмигрант Парусятку? Ну, я не думаю, что он поедет сюда. Я все-таки думаю, что... А куда ему ехать? Янукович в России, а он здесь. Ну, он поедет. Мне кажется, в одной камере. Им было бы о чем поговорить. Кто от этого посадил? Этот, этого. Так что будет интересно посмотреть. Может быть. Просто будет интересно, действительно. Замок Парусятка не пускать. Будет интересно посмотреть, кто за ним приедет в Украину, чтобы его оттуда вывезти. Вот это будет интересно. Спасибо вам, дорогие друзья. Да, это, конечно... Кстати, это действительно... Вот сейчас человек задал вопрос интересный. Я не думаю, что у него очень... То есть, денег-то у него много. Но вариантов, куда податься, у него не очень много. Поэтому будет интересно, вот кто за ним пришлет, там, типа, вертолет или танк, или что-нибудь еще. Вот туда он, наверное, и подастся. Ну, опять же, будем посмотреть. Спасибо, дорогие мои, за то, что вы остаетесь с нами, за то, что слушаете. Я понимаю, что сегодня была немножко внеочередная передача, и не все знали о том, что она будет. Но, тем не менее, спасибо вам огромное. И оставайтесь с нами. Завтра я обязательно с вами услышусь в передаче Народная или в программе Народная трибуна. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»